Дагестанские врачи лучшие в России. Медики бьют рекорды не только скорости, но и качества. Калейдоскоп новых проектов. Глава республики встретился с дагестанской молодежью на форуме Машук. 186 миллионов на новые школьные автобусы. В большинстве районов и городов республики серьезно обновится автопарк. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Главным событием недели для мусульман республики стал праздник Курбан-Байрам или Идаль-Атха. День жертвоприношения – самый значимый праздник в исламе. С его наступлением дагестанцев поздравили глава республики Владимир Васильев и муфти Дагестана шейх Ахмат Афанди. Кульминация праздника Курбан-Байрам – заклание жертвенного животного. Для проведения этого обряда муфтия Дагестана совместно с администрацией Махачкалы подготовил специальные зоны за городской чертой. Как и в каких условиях проходил священный обряд жертвоприношения на одной из таких площадок, расскажет Курбан Рагимов. Совершить заклание животного можно без особых хлопот. Для этого достаточно просто приехать на спецплощадку. Здесь, на территории ипподрома, есть все условия для совершения этого обряда. Приносить жертву можно разных животных, но основной спрос всегда на мелкий рогатый скот. Бараши везут из разных районов республики. Средняя цена – около 8 тысяч рублей. На месте работают около 300 волонтеров. Они консультируют по всем вопросам. У меня барани из алпийских лугов, где водораздел хребет есть. Сулак саму реку отделяет оттуда, Кулинский район, где шелкают. Именно хорошие, вкусные барани отобрали, чтобы людям на праздники довольны были. Выбрав жертвенное животное, верующие направляются на место для закалывания. Здесь его режут по всем нормам ислама. Созданы все комфортные условия, чтобы человек пришел и Курбан совершил весь обряд. Для этого есть стоянка. На стоянке люди, которые обеспечивают порядок. Далее сюда он приходит, выбирает себе животное. Ему его нарезку уже предоставляют. На резке уже человек режет, обделывает. И получается, там же есть люди, которые так мир читают. Вот если у него возникают вопросы, есть люди, которые отвечают на интересующиеся его вопросы, касаемые Курбан-Байрама. Все условия. Человек, чтобы пришел и от начала до конца он зашел сюда, все то, что ему надо, здесь ему организовали и ушел отсюда. Для желающих отведать самую благодатную пищу есть столовая. Волонтеры готовят ароматный плов. В общем, организаторы постарались устроить праздничную атмосферу. Ассаламу алейкум. Поздравляю всех дагестанцев с этим замечательным праздником. Курбан-Байрам. Дай Аллах всем здоровья, счастья семье. Пусть Аллах примет, как говорится, жертвоприношение и вся их молитва. И чтобы было все хорошо у всех. Желаю счастья, здоровья, чтобы иманы были все, вот так побольше были такие люди. Без войны. Для меня праздник, для всех нас. Для вашей семьи, что это праздник, как вы будете отмечать? Очень хорошо. Будем могли делать, раздадим. Барена порезали. Раздавать будем. Раздавать будем. Боценикам, кому можем. Дай Аллах всем, чтобы могли вот так же отмечать праздник. С праздником Гурман-Байрана. Чтобы каждый мусульманин смог в этот прекрасный день порезать Гурман. Чтобы осчастливить своих родственников, близких, соседей. Чтобы у каждого дома был достаток благополучия всем и всего хорошего. Всем желаю имана побольше здоровья, чтобы благополучия, мира на земле. И вот ваша семья как отмечаете праздник? Наша семья с утра накрыли праздничный стол. Ждем гостей. Очень празднично отмечаем. В день праздника принято вспоминать о других людях. Одну треть мяса жертвенного животного верующие должны передать малоимущим. Другую соседям. И еще одну треть оставить семье. Специальные площадки будут функционировать не только в день праздника, но и в последующие три дня. Курбан Рагимов, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Владимир Васильев посетил образовательный форум «Машук-2019». Для главы Дагестана была подготовлена ознакомительная экскурсия по площадкам форума. С посещением национальных подворий субъектов СКФО. Также в рамках форума он провел встречу с дагестанской молодежью. Молодые профессионалы презентовали главе республики свои проекты, касающиеся экологии, образования и туризма. Владимир Васильев взял на заметку каждую идею и поручил руководителям профильных ведомств лично проконтролировать их реализацию. Кроме того, руководитель региона ответил на вопросы делегатов форума. Есть такая очень важная тема. Мне ее иногда задают. Ну вот так сказать, что-то вы делаете, да, а что потом? А потом вы. Других вариантов нет. То есть мы вместе делаем, чтобы потом шло то, что мы делаем. И мы должны так это делать, чтобы большинство жителей Дагестана почувствовали, что власть работает для них. И тогда вот это единение множества людей будет обеспечено. Накануне глава Дагестана встретился с журналистами федеральных средств массовой информации, которые в рамках пресс-тура посетили наш регион. На протяжении нескольких дней они имели возможность ознакомиться с историей, культурой и природными красотами республики. Впечатлениями о Дагестане они поделились с Владимиром Васильевым. Началом встречи стала пешая прогулка по Радубскому бульвару, в рамках которой состоялась информальная беседа. Далее обстоятельный разговор продолжился за чашкой чая. В Дагестане заменят старые школьные автобусы, отработавшие более 10 лет. По информации Министерства образования, новый транспорт поступит в Махачкалу, Избербаш, Кизляр, а также в 28 районов республики. Отметим, что на обновление автобусов регион получит более 186 миллионов рублей. Дом – это место, где человек расслабляется и отдыхает от своих повседневных дел. Не напрасно говорят «мой дом», «моя крепость», но, к сожалению, в Дагестане не у всех семей есть свое жилье. Особенно тяжело тем, кто оказался практически на обочине жизни, по самым разным обстоятельствам. На помощь в таких случаях приходит фонд «Инсан». С 2014 года на базе благотворительного фонда функционирует программа «Ветхое жилье». Подробнее о ее работе в сюжете Карина Баталовой. У одних дом в прямом смысле разваливается, у других протекает крыша, у третьих нет возможности установить качественные окна, чтобы не продувало. За пять лет работы программы «Ветхое жилье» благотворительного фонда «Инсан» было отремонтировано и отстроено десятки домов. Среди них и домик для семьи Омаровых. Уже три года молодая пара с четырьмя детьми живет в старом вагоне. На капитал купили участок и вагончики переехали. «Есть с газом проблема. Зимой квартиру наискать». «То есть вы летом здесь?» «А зимой квартиру ищу. Что не бывает?» «На газ на 50 тысяч собрать, а у нас нет сумок». В вагоне отсутствуют необходимые условия для детей. Мальчики спят на одной кровати. Места не хватает. Кухней сложит небольшая коморка. Воды в помещении, да и поблизости нет. Построить самим дом у семьи Омаровых не было возможности. Несколько лет назад отец семейства подхватил болезнь легких. После этого его уволили с работы со стабильным заработком. Сейчас он готов браться за любое дело. «Ладно, что он денешься. В любом роде он в сантехнике брать и работает. А там шабашка, туда выезжает, делаю. У меня отец Каилл при жизни. Боже, если как-то помогал, то все, он зарабатывал. Среди срабават. А сейчас отца тоже нет». 60 квадратных метров своего жилья. Две просторные комнаты, санузел и прихожая. Узнав о проблеме, сотрудники инсан быстро взялись за работу. Буквально за три месяца на месте пустыря уже стоял уютный небольшой домик. «300 тысяч выделено было. И еще порядком из фонда дополнительно выделяются средства для завершения этого дома. Сто с чем-то тысяч на крыше было выделено. Ну, заливка только порядка 70 тысяч вышла. Это минималка». Старый вагончик, продуваемый щелей и скитание по съемным квартирам. Через месяц для маленьких Ильяса, Ильдара, Карима и Али все это будет позади. «Теперь у них появится свой настоящий дом». «Нету дешевого здесь. Можно было местного кирпича сделать. Это Нальчиковский самый дорогой кирпич, который тепло. Да, влагу вообще не пускает этот кирпич». Участие в интернет-конкурсе может обернуться неожиданной удачей. Так произошло и с молодой семьей из города Буйнакск. Гиргиевы стали обладателями квартиры от одной из строительных компаний Махачкалы. О том, как участие в Инстаграм-розыгрыше может кардинально изменить жизнь к лучшему. В сюжете Луизы Раджабовой. Купить квартиру хорошо, а выиграть ее еще лучше. Молодая семья из города Буйнакска и не мечтала, что станет владельцами столичных апартаментов возле моря. «Ну так, на удачу решили посмотреть, что у нас получится. И вот, по-моему, нас наделила этой квартирой». О своем невероятном везении и переменах в жизни молодые люди узнали в день розыгрыша. После результатов конкурса Джамиля некоторое время еще не могла прийти в себя. Вскоре позвонила мужу и сообщила приятную новость. В 7.20 вечера я взяла телефон в руки и увидела, что там мне пришло сообщение в Инстаграм, что меня поздравляют, что я выиграла. Я сначала не поверила, я зашла на страничку, открыла прямой эфир, увидела там уже они как бы на стене, да, этот у них был, экран, и что моя страничка там, и все. Конечно, мне не верилось, у меня столько эмоций было, переполняло. Я вообще несколько дней под эмоциями ходила. Как уточняет организатор, Эльмира Потахова, семья выиграла однокомнатную квартиру в редукторном поселке. Это первый масштабный конкурс от строительной компании «Монолит-05». Итоги подвели совсем недавно, а ключи от апартаментов уже в руках счастливчиков. Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в какой-либо в нашем конкурсе. Это наш первый опыт, это пара с Буйнакска, ее зовут Джамиля. Они приехали сегодня к нам в офис. И хочу пожелать нашим победителям, чтобы они в своей квартире чувствовали себя удобно, комфортно и счастливо. Информационными партнерами конкурса стали телекомпания «Энантэ» и радиостанция «Ватан». Благодаря этому масштабные акции узнали многие. На самом деле очень приятно, что компания «Монолит-05» вообще решилась на подобного рода конкурс. И это их первый опыт, и далеко не последний. Мы очень рассчитываем на то, что в ближайшее время нас ждет еще много сюрпризов, не только нас, но и всех жителей нашей республики. Первым сюрпризом и первым главным призом стала однокомнатная квартира в Махачкале, в которую выиграла замечательная семья из города Буинакска. Теперь они станут жителями столицы республики Дагестан. Мы им желаем скорейшего переезда к нам поближе. Также особенно приятно, что за пределы Инстаграма вышел проект. Это впервые. Как я знаю, в республике Дагестан подобный опыт проводится, когда не только в Инстаграме проводился конкурс, но и на телевидении, и на радиостанции. Ведь телеканал «Энантэ» и радиостанция «Ватан» стали информационными партнерами данного проекта. И я думаю, что мы в дальнейшем также будем совместно делать много чего интересного. Сейчас в планах молодой семьи переехать в новую квартиру и больше отдыхать на море. Луиза Раджабова, Мусас Алгиреев, Новости Инанте, Махачкала. Дагестанские врачи-флебологи установили всероссийский рекорд. Наибольшее количество операций по лечению варикозной болезни удалось выполнить двум хирургам в течение восьми часов. Обладателями соответствующего сертификата стала Центральная Хасавюртовская больница Республики. Сколько пациентов прооперировали за день специалисты и как все проходило, расскажет Патимат Ханапова. Сегодня врачи Центральной Хасавюртовской больницы планируют установить рекорд России, проведя за один день максимальное количество операций. Здесь одновременно два сердечно-сосудистых хирурга планируют прооперировать более 50 пациентов с варикозной расширенностью вен. Такое количество операций за один день теперь действительно стало возможным. Благодаря опыту врачей и новейшим технологиям плеченого варикоза можно устранить за 15 минут при помощи вот такого внутрисосудистого лазера через небольшой прокол. Ранее подобная операция занимала до двух часов. Есть до сих пор, к сожалению, клиники в Дагестане, наверное, по всей России, особенно в Дагестане, где такие операции выполняются очень старыми методами, это очень страшно. После таких хирургов, после тех операций, которые им выполнялись, люди, наоборот, твердят о том, что не стоит идти к хирургу, не стоит оперировать эти вены. Люди же, которым выполняют современные операции, на современном немецком оборудовании, без разрезов, без наркоза, без спинальной анестезии, они счастливы. И они, наоборот, приводят своих родных. Во врачебной практике Сабира Айдаева около 5000 подобных операций. Сюда на прием к нему приезжают больные варикозом со всего СКФО. Сегодня же пациентов примут из трех регионов – в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Во всем округе это одна из немногих больниц, где можно бесплатно получить высокотехнологичную услугу в рамках ОМС. Большое огромное спасибо. Он так хорошо с нами обошелся, был вежлив. Короче, я довольна. Операция прошла безболезненно, все было терпимо, так что не переживайте, будьте спокойными. Удачи этим врачам, здоровья им. А как после себя чувствуете? Очень даже хорошо, самочувствие отличное. Зафиксировать результат дагестанских хирургов приехали и эксперты книги рекордов России. Александр Пересвет – двукратный рекордсмен Гиннеса по силовому экстриму. Организатор и постановщик смертельно опасных трюков приехал сюда из Москвы. Помимо этого, по видеосвязи за процессом следят и врачи высокого уровня. На данный момент творится история, потому что такого не было. В принципе, не было такого рекорда. Но, как тут доктора говорят, для нас это совершенно не рекорд. Они работают в совершенно штатном режиме. Ничего для них сверхъестественного не происходит. А вот для таких обычных людей, как я, которые видят это в первый раз, это чудо. И почему творится история? Потому что они первые, кто такой рекорд придумал и сейчас его воплощают. Варикоз нижних конечностей на Северном Кавказе считается самым распространенным заболеванием. Наши люди привыкли болезнь запускать, нежели устранять его причины на начальных стадиях. Это, собственно, и ведет к осложнениям. В том числе, терапическим язвам и острым закупоркам. Принимать день стольких пациентов для местных специалистов не впервой. Каждый день через их руки проходит практически столько же больных. Мы выполняем подобное количество вмешательств каждую неделю. То есть раз в неделю, по понедельникам, либо по пятницам мы оперируем в данной больнице. В среднем выполняется порядка 35 операций. Но это на двое хирургов. Соответственно, если работают две бригады, получается, что можно спокойно сделать 50-60 вмешательств за сутки. Даже для нас это не рекорд. Это повседневная работа. И благодаря новейшим технологиям, благодаря оборудованию, которое здесь есть, одно из самых передовых на Северном Кавказе, мы можем выполнять подобное количество манипуляций. И вот, как и планировалось, двумя хирургами проведено более 50 операций за 8 часов. Рекорд зафиксирован, сертификат выручен. Так дагестанские флебологи вошли в историю. Патимат Ханнапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Хасавир. В честь Курбан-Байрама по всему Дагестану состоялось немало торжественных мероприятий. В селении Губден Карабадахкенского района прошел спортивный праздник. Соревнования проходили по различным дисциплинам. Скачки на лошадях и много других зрелищных событий порадовали в этот день всех участников торжества. Абдулла Алиев продолжит. Мирное небо над Губденом и его не менее дружелюбные жители встречают гостей. В этот день они проводят уже шестой раз, ставший традиционным, спортивный турнир в честь Курбан-Байрама. В нем приняли участие жители со всего Дагестана. На официальное открытие прибыли представители местной власти и религиозные деятели. Для губденцев мероприятие имеет важное значение. Курбан-Байрам – это самый священный праздник, это праздник мусульман Курбан-Байрама у нас. Для этого, чтобы люди со всего Северного Кавказа, мы всех пригласили, кто-то приехал, кто-то не смог приехать, чтобы объединить народ Кавказа, народ Дагестана, для этого мы проводим вот эти мероприятия. Это объединяет нас, не только сельские, это всего Дагестана. Здесь участники есть у нас, не только с Дагестана, даже за территорией республики. Есть Чечни, есть Пятигорск, есть здесь, со всего Дагестана тоже есть здесь. Мы очень считаем, что необходимо это делать. Состязания проходили по различным спортивным дисциплинам. Всех победителей и призеров тут же награждали грамотами и денежными призами. Но это было далеко не самое главное. На месте проведения мероприятия стало все больше появляться наездников с лошадьми, а значит, пришло время главной части соревнований. Сейчас начинается самая важная часть этого мероприятия – конные скачки. Пять заездов, в которых будут участвовать более 50 участников. И стоит отметить, что все лошади, которые здесь находятся, английской чистокровной породой. Кони рвутся вперед. Зрители, затаив дыхание, ждут начала. И вот он долгожданный старт. Дальше наступает время только самых быстрых и резвых. Лошади, как и их хозяева, горят желанием занять высшую ступень педестала. Отметим, что в скачках приняли участие не только дагестанцы, но и представители других соседних республик. Праздник, во-первых, братских народов у нас в душе всегда должно быть. Где-то в последнее время, правда, это глубоко спрятано, но мы всегда были братским народом и дружеским народом. Этот праздник объединяет не то, что мусульман, всех народов. Кто уважает себя, должен уважать вот такие вот праздники. Я хочу сказать большое спасибо организаторам этого праздника, спонсорам и всем братским народам. Кульминация соревнований, главная гонка и, соответственно, самый главный приз. Дистанция – 4500 метров, три круга, 10 участников забега и только лишь один победитель. И в этот день им стал жеребец Роберт. Спокойно пройдя два круга, на последнем он взял сильнейшее ускорение, что и помогло одержать уверенную победу. Что примечательно, хозяином лошади оказался житель села Губден. В чем секрет вашей победы? Ну, там секрету нету. Она, как обычно, тренируем, подсказывает, которые опытные в коноводе. Ну, такие, она чисто кроме английской породы лошадь. Конечно, радуюсь. И односельчане все радуются. Для этого и вложили мне трудно на эту лошадь. Отметим, что каждый забег в этот день был наполнен драматическими и порой неожиданными развязками. Проигрыши фаворитов и торжества в буквальном смысле темных лошадок стало незабываемым зрелищем для любителей скачек. Стоит отметить, что организаторы намерены и в последующие годы проводить подобные турниры с привлечением еще большего количества участников. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Губден, Карудахкенский район. Первое сентября, не за горами. А это значит, самое время проверить готовность школ к новому учебному году. В Гербенском районе межведомственная комиссия представителей МЧС, МВД и Роспотребнадзора побывала в 25 образовательных учреждениях. Проверяли противопожарное и санитарное состояние зданий, а также качество проведенных ремонтных работ. Подробности в сюжете наших коллег. Медицинские кабинеты, теплые санузлы, ограждения школы по всему периметру. Все новые требования федеральной власти в Чинарской школе уже исполнены. Да и так называемые старые, такие как пожарная безопасность и санитарное состояние, тоже приведены в порядок. Специалисты положительно оценивают проведенную работу в этом образовательном учреждении. Конечно, очень много проблем, они всегда были бы, есть и будут, но мы все, что возможно, с коллективом вместе, с моими техническим персоналом, с моими замами, всеми садовниками, дворниками, рабочими постарались. Мы готовы встретить детей. В этом году у нас будет около 600 детей. Хотя школа расшитана на 300 учащихся, ну что тут поделаешь, в тесноте, да не в обиде, но придется принимать детей. Готовы и встретим. А тем временем в Диричубанской СОЖ все намного прогрессивнее. Помимо ремонта, школа будет снабжена и современной материально-технической базой. Учебное заведение попало в федеральную программу «Современная школа», что предусматривает создание цифровых центров на ее базе. Совсем скоро сеть «Точка роста» предоставит оборудование, начнется прием детей. Их будут учить техническим и естественным наукам, что позволит уменьшить разрыв между городскими и сельскими школами. Конечно же, объем работ выполнен огромный. Были предусмотрены средства бюджета района на проведение этих работ. И согласно утвержденным планам, план-графикам, эти работы на сегодня большинстве случаев выполнены. Процесс по созданию сети «Точек роста» продолжится до 2021 года. В Дербенском районе же планируют открыть еще три центра. Эксперты отмечают, что они станут для многих наших ребят реальной путевкой в жизнь и помогут сформировать у них современные технологические и гуманитарные навыки. Ватимат Ханапова, Мурат Бекбарцев, новости ННТ, Дербенский район. Жители Махачкалы признаны самыми нервными среди россиян. Такие результаты показал соцопрос, проведенный в текущем месяце маркетинговым агентством «Зум Маркет». В ходе опроса респонденты отвечали на вопросы, как часто, когда, в последний раз и в связи с чем они нервничали. Выяснилось, что жители России больше всего беспокоят проблемы, связанные с работой или бизнесом. Таких оказалось 57%, детьми, семьей – 32%, транспортом и дорогами – 11%. Опрошены были жители более 20 российских городов. Было проведено около 2500 интервью. После Махачкалы больше других нервничают жители Москвы и Екатеринбурга. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин